Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Нелегальным продавцам рыбы придется смотать удочки. В «Анапе» продолжают освобождать рынок от несанкционированной торговли. Ни дня без занятий. Почему анапские дети ходят в школу даже на каникулах и при этом остаются очень довольными? Картины в стиле Мане и Ван Гога. На художественной выставке свои творческие работы представили юные художники «Анапы». Благоустроенные дворы и общественное пространство. Она подготовится к вхождению в программу «Комфортная городская среда» на 2018 и 2022 годы. На какой стадии сегодня подготовка документов обсудили на совещании в администрации. Участие муниципалитетов в программе по формированию современной городской среды обеспечит приток инвестиций на благоустройство дворовых территорий и общественного пространства. Планируется, что только в 2018 году сумма превысит 150 миллионов рублей. Перед тем, как отчитаться перед Юрием Поляковым, все заинтересованные стороны собрала заместитель главы курорта Анжела Студеникина. В подготовке задействованы несколько служб. ЖКХ проводит инвентаризацию, архитектура, курирует разработку дизайн-проектов. 27 октября 2017 года было проведено рабочее совещание по вопросу подготовки вхождения города курорта Анапа в программу «Комфортная городская среда» на 2018 и 2022 год, на котором определен порядок действий при подготовке эскизов в отношении 70 общественных и внутридорновых территорий. Марченко Марине Юрьевне в срок до 3 ноября необходимо доложить о проделанной работе. Инвентаризация дворовых территорий продолжается. В центре внимания дорожное покрытие и освещение дворов, состояние детских игровых и спортивных площадок, малых архитектурных форм, проездов и парковок, мест отдыха анапчан. По состоянию на 30 октября 2017 года в ходе инвентаризации составлено 376 паспортов благоустройства общественных и дворовых территорий. Выявлено 270 дворовых и общественных пространств, блуждающихся в благоустройстве. Собственниками жилых помещений в многоквартирных домах ведется работа по подготовке заявок на благоустройство при домах. В целях качественной современной подготовки и дизайн-проектов благоустройства по данному микровому городу привлечены проектные организации. К 20 декабря текущего года будут готовы 71-х дизайн-проектов. Депутатский корпус окажет содействие в их согласовании с гражданами. Мнения анапчан основополагающие. Жители сами формируют заявку, определяют перечень необходимых работ по благоустройству. Глава Анапы, в свою очередь, взял на контроль работу специалистов администрации в части подготовки программы. Мне интересует контроль каждого, кто чем занимается, с фамилией, со сроками, четко, кто что делает по комфортной среде. До 10 ноября на курорте пройдут общественные обсуждения проекта муниципальной программы по формированию современной городской среды. Принять в них участие могут все желающие. От хамсы и колбасы сомнительного качества избавляет анапские рынки специальная комиссия. Специалисты управления торговли провели рейд по местам, которые облюбовали продавцы-нелегалы. Продукцию реализовывали без каких-либо документов, в буквальном смысле с рук. Вопрос скорее риторический. Никакого основания для торговли нет. Земля муниципальная. Реализатор пояснила, что работает на кого-то, кто привозит продукцию, но никакого договора с владельцем товара нет. Следовательно, вся ответственность ложится на нее. Речь не только о документах, но и о соблюдении элементарных санитарных норм. Специалисты управления торговли оформляют протокол, помогают свернуть незаконную точку. Женщине предстоит явиться на заседание административной комиссии, где рассмотрят все обстоятельства и назначат штраф. Особое внимание уделяется пресечению несанкционированной мелкорыточной торговли, особенно вблизи больших магазинов. В частности, это хамса, овощи, фрукты, наши любимые мандарины. В ежедневном режиме сотрудниками управления проводятся рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками полиции. Главное, чтобы люди сами понимали и осознавали, что этого делать нельзя, что нужно работать в соответствии с законодательством. От самого центра города через самые излюбленные нелегалами точки. Стоит потревожить одну, найти кого-либо, на других уже проблематично. В Алексеевке за углом прилавок с колбасой и салом. Реализатор утверждает, что только пришла и не успела ничего продать. Вышла сюда из-за сложной жизненной ситуации. Срочно нужны деньги, а предыдущий работодатель рассчитался товаром. Проверяющие отметили, что история знакомая. Продавец сначала клялась, что здесь впервые. Но ей показали фотографию, где она же неподалеку, правда, с другим товаром. В магазине «Витязевы» это там такое помещение. Я стояла, она мне ни копейки не дана. Я ей сказала, пожалуйста, давай мои деньги. Она мне вместо этого принесла, вот, позавчера колбасу дала. Я встала здесь. Только встала администрация, когда пришла. Сегодня встала, снова администрация пришла. Видимо, кто-то звонит. Ну, ради бога, мне оно не надо. По неофициальным данным, за один день торговли продавец-нелегал получает на руки 500 рублей. Штраф за несанкционированную торговлю может достигать 5000 рублей. Чем занять детей во время осенних каникул? В Анапе к этому вопросу особый подход. Практически в каждой школе работают спортивные секции, интеллектуальные кружки и множество других досуговых площадок. Одним словом, сделано все, чтобы дети в неурочное время не были предоставлены сами себе. Кроме того, перед педагогами стоит задача не просто организовать детский досуг, но и сделать его интересным и полезным. Как с этим справляются в седьмой школе, выясняли наши корреспонденты. Отложив на время каникул учебники и тетради, эти ребята вооружились шахматными фигурами, терпением и логикой. Сейчас на базе школы номер 7 проходит городской квалификационный турнир. У юных шахматистов есть возможность повысить свои разряды, а также интересно и с пользой провести время. Мне кажется, что это очень хороший вид спорта. Я мечтаю стать по шахматам чемпионом мира. Развивает мышление, ум, память. Мне неинтересно сидеть в интернете, я лучше буду сидеть и гать шахматы. Это развивает логику. И во-вторых, я пропускаю уроки, когда хожу на дополнительные кружки по шахматам. Турнир продлится до конца осенних каникул. За это время пройдет 9 основных игр, по итогам которых лучшие попадут в сборную города. Играют абсолютно все возрастные группы. Специально для них в школе выделили три кабинета. Однако и этого уже мало. И желающих приобщиться к интеллектуальному виду спорта становится все больше. Ну, шахматы – это успеваемость в школе, это однозначно. Ребенок умеет усидчивость, вырабатывается, умеет планировать, логическое мышление. Каждый преподаватель по математике ходит нам и говорит большое спасибо. У меня трое или четверо детей решили задачки другим способом. Это благодаря шахматам. Пока одни тренируют ум, другие развивают физические способности. Различные спортивные секции работают с 8 утра и до 8 вечера, даже во время каникул. Футбол, волейбол, настольный теннис, занятия по общей физической подготовке. Все тренировки проходят под чутким контролем опытных преподавателей. Особенно популярны занятия по плаванию. Новый отремонтированный бассейн никогда не пустует. Дети разных возрастных групп с большим удовольствием осваивают здесь новые техники плавания и получают свою дозу оздоровления. У нас очень добрый тренер. Построили хороший бассейн и приходим заниматься. Провести интерес на досуг в седьмую школу идут не только ее ученики. Двери учебного заведения открыты для всех анапских детей. Причем даже в праздничные дни. Буквально с 8 утра до 8 часов вечера дети могут заниматься спортивными занятиями, могут заниматься дополнительными занятиями по отдельным предметам. Две группы детей у нас поехали. Одна в Сочи, другая в Санкт-Петербург в рамках празднования Дня Единства. Дню Единства у нас запланированы и походы в Краеведческий музей, и работа в стрелковом тире. В сам день тоже у нас будет не выходной. У нас будет проходить шахматный турнир. Будут работать все спортивные секции. В городском управлении образования считают, такой подход к организации детского досуга во время каникул дает только положительные результаты. Во-первых, дети не предоставлены сами себе. А во-вторых, качественно отдохнув и получив заряд энергии, они с новыми силами и большим желанием снова сядут за парты. Юные казаки города-курорта готовятся к творческим состязаниям. 2 ноября в школе номер 12 в станице Анапской состоится фестиваль возрождения казачьей традиции на Кубани. На сцену выйдут свыше 20 воспитанников группы классов казачьей направленности. Возраст участников от 6 до 14 лет. Каждая команда представит небольшую выставку по теме фестиваля и своеобразную творческую визитку о работе своего класса. Выступать молодым казакам предстоит в двух номинациях. Инсценировка казачьей песни и казачий танец. Начало в 10 часов. Его подпись стоит на российских паспортах руководства Республики Крым. Житель Мурманска мечтал стать летчиком, но пошел служить на флот, а затем в милицию. Почти за четверть века прошел путь от сержанта до полковника. С участником практически всех знаковых событий нового времени побеседовал наш корреспондент. История службы в ведомственных и общественных наградах. Одна из них за введение новых методов паспортизации. На рубеже тысячелетий шла замена паспортов СССР на российские. В это время Андрей Дубошин возглавлял отдел федеральной миграционной службы в Анапе. За 4 года более 100 тысяч человек. Даже без учета выходных получается по 70 документов в день. Он родился в Мурманске. Мечтал стать летчиком. Поступил еще в советское училище в Киеве. После распада СССР вернулся служить срочную уже на российский северный флот. Окончив службу, переехал жить в Анапу. После летной и морской решил примерить милицейскую форму. В 1993 году вышел в свой первый патруль. Разгул преступности был и всевозможные ситуации неординарные были. Через два года перешел работать в миграционную службу, где дослужился до полковника. В наградах «История России». Есть за перепись населения еще одну за доблесть службы он получил после командировки в Южную Осетию в 2008 году. В Анапе приняли 300 беженцев. Когда боевые действия закончились, их нужно было сопроводить домой. Медаль министра обороны за паспортизацию жителей Крыма. За несколько месяцев 300 сотрудников, работая практически без отдыха, оформили 15 тысяч паспортов, в том числе руководству республики. Начиная с заместителей Аксенова, сам Аксенов получал паспорт в ФМС России, а все его заместители, все руководители силовых структур, прокурорские работники, офицеры Министерства обороны, офицеры Министерства внутренних дел и так далее, все, которые подлежали первоочередному документированию, все документировались в городе Куртанапа, и у них в паспортах стоит моя подпись. После ухода на пенсию Андрей Дубошин стал депутатом на неосвобожденной основе, то есть зарплату в городском совете он не получает. Открыл этот образовательный центр для мигрантов. Здесь проводят занятия, затем принимают экзамены по русскому языку, истории и другим предметам, необходимым для получения гражданства. За процедурой следят через интернет преподаватели Российского университета дружбы народов. Так как я являюсь депутатом на непостоянной основе, то стал вопрос, чем заниматься дальше в жизни. И я принял решение заниматься тем, что я умею, что я знаю и где я могу быть полезен. Главное, чему здесь учат – жить и действовать легально. Иначе мигрант может легко оказаться вовлеченным в преступления, либо стать потерпевшим. На эту тему Андрей Дубошин защитил диссертацию. Анапским автомобилистам следует быть внимательнее. За последние 10 дней в правила дорожного движения внесен ряд изменений. В частности, окончательно утвержден приоритет автомобилей, двигающихся по кольцу. Соответствующее постановление на днях подписал премьер-министр. Теперь, въезжая на перекресток с круговым движением, водителям придется уступать тем, кто уже движется по кольцу. Еще одни изменения коснутся автомобилистов, не пропускающих пешеходов на зебре. Теперь им придется раскошелиться на сумму до 2,5 тысяч рублей. Ранее размер штрафа был фиксирован и составлял полторы тысячи рублей. Пожалуй, самое обсуждаемое нововведение – отмена справок при авариях. Согласно новым правилам, сотрудники ГИБДД больше не выдают справки о ДТП. Теперь водителям будут вручаться лишь копии процессуальных документов. От владельца авто все также потребуется самостоятельно заполнить извещение о ДТП, составив к ситуации схему, и направить этот документ в свою страховую компанию. Требование в страховой компании предоставления справки теперь считается незаконным. В частности, в законе об ОСАГО не указано, какие именно документы должны выдать в ГИБДД. В детской школе искусств номер 2 открылась выставка работ юных художников. Во многих картинах чувствуется влияние таких живописцев, как Клод Мане или Винсент Ван Гог. Есть работы в стиле американского художника 60-х Энди Орхола. Все эксперименты поддерживаются и даже предлагаются педагогами, но только в сочетании с классическим художественным образованием. Девочка не просто веселая. Не то чтобы хулиганкая, но с хитринкой и задоринкой. Это подчеркивает маленькая щелочка между зубами. Алина Якимова рисует с раннего детства. Преподаватели отмечают особенный стиль, сродни мультипликационному. Такими она представляет пилота и маленького принца, героев одноименной повести Мигзюпери. У меня хорошо получались пейзажи. Людей я не умела рисовать. И портреты хорошо получились. Когда я была маленькая, я очень любила рисовать портреты. И сейчас люблю. Мне очень нравится. Я готова ходить каждый день. Это выставка учащихся детской школы искусств номер два. Опадают последние листья. При этом передана динамика. Автору 10 лет. А это уже эксперименты с пространством. Выход за пределы композиции. Стилистический эксперимент. Юным художникам предложили выполнить автопортреты в стиле поп-арт. В этом случае получилось подражание Энди Орхолу. Одному из основоположников жанра. Дети учатся у нас по предпрофессиональной программе. Им всем поступать. Поэтому мы им предлагаем вот такие варианты. Может быть они где-то себя попробуют потом в дальнейшем дизайнерском каком-то плане, в рекламе. Поэтому я думаю, что это было им всем очень интересно. Они сразу заинтересовались и попробовали. Им понравилось. Все эксперименты после или как минимум в сочетании с классической школой. Здесь тоже решают задачи. Натюрморт выполнен тремя красками. Красный, желтый и зеленый. Оттенки получаются только при их смешивании. Этот этюд нарисован быстро и по памяти. Автор уже выпускница. Преподаватель Татьяна Саврик вспоминает, как однажды девушка пришла на занятия с картиной, которую начала писать в три часа ночи. Я, конечно, даю классическое направление. Почему? Потому что, когда они идут поступать, в первую очередь им нужно сдать рисунок и живопись классической формы. Но развивать мозги и не давить – это тоже задача. В этой картине палитра похожа на ту, что использовал Гоген. Здесь что-то от импрессионистов, начиная от Клода Мане. И сам пейзаж похож на французский. Виноградники – кайкодзора. Адиль Аметов писал на тему родного края. Решил, что картина будет неполной без человека труда. Вдохновение черпает в творчестве Ван Гога. Большинство работ я пытаюсь вот так вот делать. В такой именно стилистике Ван Гоговской. Мне нравится этот художник. Его работа выглядит правда интересно и красиво. Как он вылепливает формы, как он может один и тот же цвет показывать в разных оттенках. Подобные экспозиции здесь разворачивают достаточно часто. В начале года пройдет персональная выставка одного из юных художников. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анапокеан»» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Официальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин – уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа «Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин